В Одессе продолжается застройка побережья. Так, на 16-й станции Большого Фонтана, буквально в нескольких метрах от уреза воды, полным ходом идет строительство 14-этажного здания. Антикоррупционный офис опубликовал статью под весьма актуальным для сегодняшней Одессы названием «Утраченные побережья Одессы в городе строят очередной нахолстрой, который может обернуться аферой для покупателей». Автор статьи утверждает, что, цитируем, «на престижной 16-й станции Большого Фонтана в Одессе у самого моря без разрешительных документов начала расти высотка, которая очень похожа на многоквартирный нахолстрой. В сети уже появилась активная реклама нового жилого комплекса «Аура Апарт» с предложением приобрести квартиру у моря». Первое, то, что нарушает сразу ряд законов, в том числе и водный кодекс, который прямо запрещает строительство ближе чем 100 метров от уреза воды. То есть, по определению там строить нельзя. Чтобы придать хоть какой-то вид законности этой стройки, эта стройка оформлена как пансионат семейного типа. То есть, а фактически уже идет реклама и уже продаются квартиры, как обычный жилой дом. Причем, я не знаю, мало ли где, наверное, есть пансионаты 14 этажей. Причем на первом этаже с коммерческой площадями и дальше с апартаментами. То есть, это такое обтекаемое выражение – апартаменты. То есть, как минимум, застройщик наплевал на законы Украины запрещающую стройку в непосредственной близости от морского берега. Обратите внимание, будущая 14-этажка находится почти на пляже. Мыслимо ли появление такого гиганта прямо на песке? При этом, как сообщает антикоррупционный офис, компания «Застройщик» также вызывает сомнения, поскольку была создана всего за пару месяцев до начала строительства, что явно указывает, что создана она была специально под него. Очень сомнительная фирма «Застройщик». Во-первых, эта компания создана только для строительства всего этого одного дома. Во-вторых, основатели этой компании фигурировали раньше в сомнительных компаниях, которые были связаны с скандалами при застройке. Там через одну компанию один из них был связан с строительством, печально известным, ЖК «Золотой берег» в кольце 16-го трамвая. Другой связаны с строительством коттеджного городка на даче Ковалевского. И их тогдашний сорокник по этой компании сейчас проходит по уголовному делу, по мошенничеству, по продаже вот этих вот коттеджей. Ну и, наконец, еще один интересный момент, который отметили в антикоррупционном офисе, то, что земляна, которая строится и, судя по всему, будет достроена высотка, находится в аренде. Земляна, которой строится этот дом, находится в аренде этой компании. Она городская, она находится в аренде до 2021-2022 года. В 2021 году должен быть дом сдан, в 2022 оканчивается аренда. Это тоже вызывает некоторые сомнения в плане честности. Ну и, конечно, жители, которые покупают дома, они покупают квартиры. Только право собственности прописаться они там никогда не смогут, потому что это пансионат. Уже сейчас по узенькой дороге невозможно проехать сразу двум авто. К тому же проезжая часть заставлена автомобилями любителей отдохнуть на песочке. Что будет, когда здания достроят, а апартаменты будут выкуплены? Даже представить страшно. Но, разумеется, все вышеперечисленные мелочи никак не волнуют городскую власть. Они делают вид, что они это не замечают. То есть даже на запрос журналисты и активисты послали запрос с просьбой, кто же выписал разрешение непосредственно имя чиновника, ответа на запрос не пришло. То есть причины, почему это происходит. Во-первых, земля выделена в аренду под строительство вот этого вот профилактория, я думаю, пансионата, профилактория семейного типа, который все понимают, что 14-этажный не может быть. И депутаты, когда это принимали и на земельной комиссии, и на решение горсовета, должны были понимать, что имелось в виду и какие-то несло угрозы. Во-первых. А во-вторых, городское управление архитектурой дает ограничение условия градостроительные под строительство таких объектов. Это тоже правило. То есть депутаты городские, городские чиновники в первую очередь ответственны за то, что сейчас происходит на побережье. Но, как все мы знаем, ответственности за украденные у одесситов побережья администрация города у нас не несет.